Часть трансляции, лонгвор у нас отвратительный был вчера день, колоссальные потери, фатальные я бы даже сказал, но пока держимся за этот рай, пытаемся что-то сделать. Конец августа, всего лишь, вот, и прилетел второй террор, я надеюсь, что последний, надо к нему хорошенько, это домашний регион, третий террор в домашнем регионе. Террор проходит на карте на побережье. Ага, ну у нас топовые товарищи, да, сильные ранения еще вчера были, то есть у нас умерла с Семером, сильные ранения у четырех людей, Валера поврежден был на прошлой миссии. Мемориал чтить, вспоминать нет, это не нужно, это не нужно, мы отдали необходимые почести, сейчас концентрироваться на негативе, это ошибка, SD, если от тебя хочется просто... Короче, я не понимаю, зачем ты это делаешь. Так, короче, берем точно одного разведчика, пулеметчика, пара снайпов, пара снайпов прям точно, потому что это побережье, и побережье, как правило, но не все побережье открыты, но тем не менее. Обязательно Рокет. Да, Пулич. Танка нет, для того, чтобы... Понятное дело, что Медик, и последний будет слот у нас вакантный, да? Итак. Приспособление, стабильность, хорошая точность. Это тяжелый пулемет Гаусс, пошел. Четыре панцирки, все еще в починке вещь. Все еще в починке вещь. Разведчик пусть будет с пустыльгой все-таки, и с пистолетом-пулеметом, но тем не менее имплант-респиратор. Понятное дело, что он там особо бегать не будет, но тем не менее. А, кстати, может быть реально попробовать выдать. Есть опция взять третьего снайпа с марксманской винтовкой, потому что, ну, есть свободный слот, и вроде как ДПС, ДПС-то нужен. Это как вариант. И, возможно, именно снайпам бронекостюм будет, ой, в смысле, этот пустыльгум. Потому что маневренность особо реально не нужна. Вот. А вот запрыгнуть на какую-нибудь крышу или на контейнер, может и, ну, это может быть полезным. Пока оставим страховочную аптеку. Рокет стабильность платформы 77 меткости. Мы, конечно, не хочется брать в Гаусс, потому что он будет просто мазать. Здесь 83, но без стабильности платформы я лучше лазер гатлинга возьму. А, снайпам же еще надо выдать этим. Надо снайпам выдать на плюс один урон. Она же оптика появилась, улучшенная лазерная. А, и разведчику еще хамелеон, может быть, имеет смысл выдать. Я же сделал хамелеон. А вот он. Хамелеон что дает? Снижает вероятность попадания на молниеносных, там, особенно второй выстрел на 15%. Да, молниеносный иммунитет от критических попаданий из боеготовности. Еще четверка защиты. Ну, такое. Может быть, даже я сделаю вот так. Хамелеон плюс имплант-респиратор. Потому что два скана все равно будет. Там практика показала, что два с одной стороны, два с другой нормально будет. Где инженеры? Что это за безобразие? Не-не-не, тут надо два инженера брать. Два инженера абсолютно точно, потому что и сканы нужны. Дуалину и рим, и подписка два месяца. Изволен, спасибо за переподписку. Сейчас сделал так, чтобы не дублировалось. Я не понял, а где свободные места вообще? Два снайпера, два пулеметчика, рокет-разведчика, все? Медик-инженер. Реально, больше не помещаются никак? Плохо. Ну, дымов маловато просто. О, Арктонс, привет. Привет. И датчик движения нет. Хотя инвиз есть. Или будем только на сканах снайперам. Что у нас по панике? Это в США у нас проходит. Там ячейки экзальтовские нет. Ячейки нет. Сюда спутник, там не забыть запустить. Добрый вечер, Пинцер Хэнс. Да, очень сложно. Квиз переподписан, пять месяцев. Спасибо, Квиз, за переподписку. Сейчас сократилось. Ну, короче, минус хороший появился. Не знаю, из-за чего. И корабли пришли новые. Что по кораблям. Основной и второстепенные регионы защищены очень хорошо. Даже в Африке что-то там появились какие-то корабли. Сколько ремонтироваться, панцирка будет? Можно узнать точнее. Вот я не понимаю, как узнать точное время ремонта. Короче, смотрите. Мне нужен второй инж для дымов, либо отказываться от сканов. Туповые инжи, видите, тоже не могут принять участие. И раненых. Короче, следующий месяц будет трендец каким-то сложным. Вот из-за этого он будет сложным. Мы из-за потери бойцов. Какие варианты? При этом могли взял, что на самом деле не лагалось письмо. Я специалисту нашему все передал, но как я могу сам? Ютуб, по словам Эльдара, дропает регулярно последние несколько дней. Просто поток от нас идет, он дропает. Поток идет от нас, он дропает. Вот, приходите на ГГ, смотрите. Короче, я не знаю, что мне здесь делать. Вроде как нельзя отказываться от ни пули, ни этих, ни снайпов. Ой. Потому что, ну, банально ДПС может не хватить. И контроль, и ДПС. Разведчик тоже нужен. То есть, видимо, да, на сканах пытаться экономить. То есть, здесь взять, например, дым вместо сканов. Или пытаться на двух сканах медика ожить. В смысле, двух дымах медика. А это вообще аркада. Здесь на всякий случай страховочная аптечка. Я понимаю, что имплант-респиратор уходит. Новый жилет Хамелеон. Это продвинутые боевые системы уменьшает. Ну, увеличивает немножко защиту. Самое главное, он уменьшает вероятность попадания на молниеносных рефлексах. На первом уровне с 95, там... Ну, с 90 до 95, короче, вот эти вот 5 процентов. На втором на 15. Вот, и... Типа, бегать лучше можно. Срывать овером. Открывать кибердиск, срывать овером. Побережье, нескан нужен. Короче, вот так, поехали. Увы. У нас всего два дыма. И они не густые. Штурм-1. Да, это крыса. Очень плохо. Еще без датчика движения все-таки. Поэтому надо... Ну, тут два респа. Слева, справа. Респ. Ну, сомнительный такой, на самом деле. Смотрите, главное узнать, что у нас вот здесь вот. То есть, есть ли здесь враги слева. Главная задача защитить гражданских. Как это сделать? Ума не приложу. Потому что поблизости нет полных укрытий. То есть, мне нужно, видимо, вот так забегать. Но там может быть враг. Наполовину я не могу подбежать, потому что там тоже может быть... Очень минимум, надо как-то пробегать вот сюда вперед. И чекать паки, наверное, вот таким вот образом. То есть, инвиз и побежали. Кого-то видим сразу же. А, вот, обзор, кстати, я поставил мод. Вот, на обзор. Там мех тот сразу стоит. Капец. Приехали, короче. Просто приехали. Показывать, насколько он видит на 17 клеток. F1 убирает круги. Кажется, кажется, ключевое слово. А, 4 дыма все-таки у медика. Ладно, в этом плане сделал правильно. Причем, смотрите, какая ситуация. Я не могу игнорировать этот пак. То есть, во-первых, может быть пак какой-то слева. И туда мне, в конце концов, нужно снайперов наверх завести. Мирных поспасать. Но это... Короче, сюда нужно вставить пулечи одного. Снайпами может, кстати, на пустельге наверх залететь сразу. Сможем? Ой, сможем. Вот это очень хороший ход. Если там, конечно, паков нет. Но надо проверять. Крюк пошел! Прям очень хороший ход. Второго тоже пастельгам. Только вот сюда, чтобы был кавер. В следующий ход они уже будут более-менее работать. Я хочу подойти так, чтобы... Во-первых, желательно бы прокинуть скан на шар куда-нибудь по центру. Потому что у нас есть инженер, который может это сделать. Ой. Пулечи, конечно, хотелось бы одного сюда поставить. Он будет только... И он будет... И чуть-чуть лево, и чуть-чуть право. Хорошо. Инжом бы я встал куда-нибудь сюда и закинул просто скан туда. Вот в центр куда-то. Подальше. Может, народу... Потенциально очень много вокруг. Рокет-то бы тоже поставить так, чтобы и выцелиться. Но... Полуковер мне не нравится на пуле чем... Может быть, даже имеет смысл его поставить вот так, чтобы он хотя бы издалека это делал. Стрелял. Андерфист подписался на премиум. Андерфист переписал два месяца. Короче, надо попробовать Инжом закинуть скан туда. Рокет-ориентировочно сюда. Что вот эта вот штука может мешать ему стрелять. Вот это вот, если я сюда поставлю его или сюда. Поэтому... Блин, очень опасный старт. Соответственно, пулеч сюда. Медик вот так. И здесь прокидываем первый скан. Не знаю как. Попробуем туда куда-то. Ввиду сканирования. Так, светим крыс сразу. Внимательно. Крысы. Больше пока никого не вижу. Сейчас вот здесь еще пак. Выцеливаемся. Здесь выцеливаемся. Здесь прицеливаемся. Ну, время молиться. Мехтоид подсвечен и убегает от меня. Это очень хорошо. Это дает мне возможность хотя бы здесь кавер нормально занять. Кибер еще летает. Крысы бегут. Но еще где-то три пака бегает. Еще один мехтоид справа. И мутоны. Угу, я понял. Короче, смотрите. Надо разведчикам исследовать здесь. Для того, чтобы можно было... Здесь вообще как с мирными-то? Вообще никого не вижу. Ну, мирные-то более-менее в темноте виднеются. Вон, силуэты, но... Так, внимательно. Подожди, не торопись. Паки дальше вон там находятся. Я не уверен. Повторяюсь. Не уверен в том, что... Здесь никого нет. И этот момент бы мне проверить. Фланг будет сразу же. Так, как не терять мирных? И при этом еще не рисковать настолько сильным. Раньше был такой... Не-не-не, я поставил как раз. Разобрался, была пауза. Разобрался там с этой. То есть это мод, который просто показывает тебе 17 клеток радиус. То есть то, что ты теоретически можешь сам посчитать. Ну, если ты видишь, естественно, эти паки. Вот. Как убрать? Хрен его знает. Давайте, кажется, там Ctrl плюс F1. Действительно, какое-то сочетание клавиш. Типа вот такое. Нет, Alt F1. Нет, Alt F1 интерфейс. V убирает их. Если установлен правильно. Хэллот уже поднимали сегодня этот вопрос. Почему-то YouTube дропает поток. Так, короче. Я просто боюсь оставлять здесь. Но здесь вроде никого не было. Ладно, окей. Будем ли мы отправлять кого-то, чтобы спасать мирного? Или не будем? Опа. Здесь, судя по звуку... Вот здесь кибердиск. А, это дроид шумит. Sorry. Не, начало не такое плохое. То есть, бывает такое, что у тебя здесь пак и здесь пак. На старте. И сразу начинается экшн. Вот, сейчас бы... Сейчас бы... Правильно, блин, приоритеты порасставлять. Я бы даже, наверное, вывел. Можем, пока мы снайпами не работаем, спасти мирного и зайти вот сюда вот. То есть, чтобы вообще быть максимально высоко по левелам. Заодно мы проверим... Да, проверили. Ёпрс. Милишный мутон, два летуна, все на оверик. Капец. Радин Д3Р поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Михаил, Мишаня, Мишкир, Мехтоид. Добрый вечер. Вот так встреча. Видел твои стримы по готике. Серия просто супер. Поздравляю с отчетным супругом. Короче, у нас тут милишный мутон. У нас тут снайп стоит отвратительно. И нужно разведчикам типа триггерить оверы. И пытаться снайпера как-то спасти. И по низу бежит милишный мутон. И он может в любой момент ко мне тут выскочить. Возможно, через приказ надо снайпа уводить. Ну вот так вот без датчика играть. И мне нужно реально как-то стриггерить так, чтобы... Чтобы он меня при этом не фланганул. Чтобы я был при этом на полуукрытии. Чтобы выйти из инвиза, но быть на фулл кавери. Типа вот сюда вот надо пробежать. А, стоп. Если я выду сейчас из инвиза, по какой траектории он побежит? И меня там не должны заметить. Ладно, с богом. Поехали. Меня очень беспокоит. Сейчас... Да ладно, нет! Вот это уже ГГ. Мехтоит, он по флангу не выходит. Трындец. Это из-за того, что без датчика пошел. Зато хамелеон взял. Ну здесь надо в любом случае назад ходить сюда. Здесь хрен его знает вообще, что делать. Может быть имеет смысл попробовать закинуть дым наверх, но слишком далеко. Есть шанс, что они там мирных начнут убивать. Не, я здесь не вижу никого. Мне кажется, надо на всякий случай все-таки дым закинуть. Хотя, блин, если мутон выбежит сейчас, то мне этот дым выйдет боком. Да я тут команды никак не достаю. Только для снайпов. Или все-таки дым, учитывая то, что... Не, мифтоит, будет того бахать. Короче, это минус разведчик, скорее всего. Время молиться. И главное, звучали паки все справа. Что кибер. И мирно умирали справа. И мифтоит звучал справа. Слияние разумов пошло. Ну, все начнется. Сектоит вышел. Да, вот это очень плохо. Сейчас мифтоит. Вина Тарул поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Чамангер, примите беженца с ютуба. Смотрел со времен грузи с дерева. Но первый раз на ГГ. Да, добро пожаловать. Как раз вовремя, блин. У нас мутон бахает разведчика топового. Разведчик лежит всего 5 ходов. Стреляем. В чем-то не выставил еще разок. Я вот не знаю, что дальнейшее. Вроде что дурана еще отдавать. Надо, чтобы он спустился. Надо этим пулечем пытаться попасть. Конечно. Корректируй огонь. Конечно. Но это тотально не прят. Он должен спрыгнуть. Я надеюсь, что он спрыгнет. Мы тут постреляем пулечем. Хорошо. Здесь 63. А что же еще делать? Конечно. 65. Ну, как бы все. Все очень плохо. Надо бежать сейчас к разведчику. Там целый пак минимум. И крыса еще убегает. Мехтоид направо ушел. Или сектоид, или мехтоид. Уже шесть мирных умерло. Слева еще литун где-то, помните? Мехтоид здесь стоит еще. Наверху. Будет выходить сейчас на меня. Я не знаю, что делать. Уже все. Уже все. То есть разведчиков надо спасать? Надо спасать. Насколько это реально? Не очень реально. Потому что здесь стоит уже на крыше в овервотче этот мех. Но опять же, здесь уже не топовый отряд пришел. Из-за последствий наших классных рашить медиком я могу, но в этом нет особо смысла. Можно, конечно, в два, в три хода попробовать мехтоиды ушатать, но непонятно, кем в принципе инициировать, кем бежать вперед. Неужели просто скан закинуть и улыбаться там? Наверное, скан и сапресс это единственное, что может меня здесь спасти. Ну реально, я не могу оставаться. То есть если я его сейчас не подсапрешу, это все. А, вон он где стоит, я понял. Мехтоид. И сектоида мы почему-то не видим. Вот я не знаю, почему мы не видим сектоидом. Из-за вот этой вот штуки, наверное. Ты не достаешь? Ты достаешь. Окей. И вот нас просто сапресс. Увы. После этого мы можем типа медика посылать на... Вообще здесь нужно пытаться убить этого. Если аналогично пробуем без крита, потому что крит понадобится на того. При этом... Надо пытаться 63 прострелить, да? Но мы не попадаем. Другого раза может не быть. Ну и подходим ближе. Там еще летун, напомню, на Увере где-то стоит. Но если мы хотим спасти... Блин, там еще один михтоид. Вот плохо, да. Видите, пулеметчик у меня побежал? О-о-о! А, он и побежал. О, там мирно будет убивать. Выготованность к хорошему. Гражданский. Хорошо, сейчас есть шансы михтоидать и прострелить. Литун внизу, вылетает. Хорошо. 9 мирных, конечно, сдохло уже. И это, конечно, вообще проблема. 99 мех. А ты не видишь вообще. Ха, класс. 63. А, он на Увере стоит. Да, это плохо. Ну, пытаемся Литун, а тогда бахнуть. Конечно. Я все равно перезаряжаться надо, поэтому я вот так попробую за этим. 63,5 под сектоидом. Ну, мы не попадаем вообще ничего. Ну, то есть просто ничего. Забежать наверх я к нему отсюда не смогу. Координаты получила. Держу сектор. Пацапрэш, Литун. Уже 9 мирных сдохло. То есть тут... Андердаг бить, спасибо тебе большое. Ага, еще крыс подбежал. Понял. Блин, плохо. Еще одна. Ой, плохо. Что это? А, это сапресса мне такая. И зомбарь. Как мне спасти это все? Вышел и стреляет, да? У меня там полукавер. Это ГГ. Но он не попал. Понятно. Еще 10 мирных уже минус. Осталось 2 ходом. И вот куда бахать рокет? В этих или в тех? Вообще я могу забраться сейчас? Могу забраться. И овера нет, я должен забираться. Я забираюсь. Тут смотрите. Вообще от крыс нужно избавляться. Здесь подойти, кинуть гренку или кинуть шутку. Я уж не знаю. То есть надо что-то делать здесь. Наносить урон. Потому что если этих я не убью, то банально... То есть мехтоидо ориентировочно сапрессим. Посмотрим, кого снайпы видят. Ну вот, например, да? Ты видишь меха. Ну здесь как бы сам бог велел. Бахно, тем более у нас линза есть мы. Но не критуем, поэтому фигня полная. Выходит. 87, 87. Дальше не видим. Да, так. Вот здесь попали. А, мы не можем сопрессить мехтоидо. И дыма у нас нет, да? Ну прикольно тогда. Тогда он меня бахает. Либо мирного, на что я надеюсь, либо меня. Пока я не сдох, я бахну урокет. Ну потому что вполне вероятно, что я не выдержу этот ход. Потому что там 50% надо и сектоида попасть, попробовать. И этого половинку снять, чтобы красный туман начал действовать. Ну это все аркад, друзья. Еще один мех выбегает на следующий ход ориентировочно. Мне должно очень повезти. Пока мне вообще не везет на эти попадания классные. Да, медика бахают. Он попадает в 62 и... Ну видите, они попадают. Все, хватит на сегодня. Начнем новый трай. На сегодня все. Ну и ожидалось, что... Ну вы видели, как бы 80+, распятие промахнулся. Они не мажут. Они не мажут и... Увы. Надо реально пересмотреть роли пуличи. Потому что видите, овервотчинтые пулеметчики, которые должны контролить. Они не справляются с ролью. То есть надо возвращаться, видимо, к роли пехотинцам овервотчинтым. Они хорошие ДПС дают. Кого-то на криты, кого-то на овер. А пуличи чисто для контроля. Видимо, так нужно делать. Потому что когда доходим до крупных целей, не получается. Ну и, конечно же... Фейлы, 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 фейлы. Фейлы, фейлы. Таковы выводы какие. Ну так слушай. Ладно, сейчас рестарт. Надеюсь, сокол здесь. Да, сокол здесь. Я скоро придам.